О, боже, почему там лежит монстр? Что? Я первый раз такое вижу, ребята! Да... Рексика... Чёрт возьми, да... О, я снова здесь! Ребята, всем привет, дорогие друзья! Я Луложка! И добро пожаловать в легендарную... СПОООООООООООООЛН! Кхм-кхнхн! Космические приключения! Ну, или же добро пожаловать в легендарную игру моего детства! легендарную игру моего подросткового возраста и чушь греха то таить легендарную игру моей жизни я обожаю спор я обожаю спор космические приключения я с этой игрой познакомился когда мне было 9 сейчас мне 25 и я вот уже за всю историю моего канала возвращаюсь к спору пятый раз но в этот раз осознанно а еще и рад что в этот раз не надо никого знакомить этой игрой все же знают что такое спорда ну может быть и не все конечно короче игра спор эта игра на выживание цель этой игры сделать свою маленькую амебную клеточку супер разумным существом и даже дойти до этапа космоса и постепенно начав за свою маленькую амебную клеточку мы будем прокачивать наше существо давай ему руки ноги рты короче все что нужно в самом обычном цивилизованном мире и я думаю то что прямо сейчас без лишних слов давайте начнем я выберу конечно же самую ближайшую планету к центру галактики потому что я умею играть спор и вот это по-моему подходит до отлично этап клетка им создайте форму жизни с нуля и помогите выбраться из первичного бульона вступив на путь обретения разума сюда и сразу скажу я буду впервые наконец-то придерживаться какой-то тактики я не буду тупо становиться злым я не буду тупо становиться добрым я впервые буду становиться дипломатом не туда не сюда как говорится и как вы видите прямо сейчас чтобы стать дипломатом нам нужно выбрать самом первом этапе либо всеядность либо травоядность никакой речи о платоядности на этапе клетка поэтому выбираем травоядность мы будем играть на максимальном уровне сложности сразу говорю то что в этой игре это просто разрыв жопы не важно какое название планеты замечательная какое там кстати было казан окей допустим и вот оно вот оно наше зарождение мы находимся в этой маленькой комете летим на ту самую маленькую планету и попадаем в немаленький океан да ну короче говоря спасибо большое за этот прекрасный туториал вот и мы этап клетка все решения которые вы принимаете влияют на жизнь существа основная задача питаться расти и развиваться да это мы знаем так как я у нас травоядное существо питаться я буду само собой травой мне нужно сейчас как можно быстрее вырасти и налепить на себя какую-то защиту потому что любой плотоядный чел может меня сожрать но я справлюсь я же как бы профессионал я чуть-чуть подросли им слева снизу мы видим 16 днк мы их можем на что-то потратить но не сейчас сейчас у меня не открыты даже шипы вот 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 я вижу чел шипами так он хочет меня убить так а ну-ка пойду ка я лучше эволюционирую все ребят до свидания не хочу умирать я вообще хочу пройти без смертей понимаете итак редактор клеток чтобы стать дипломатом мне нужно либо всеядность выбрать либо травоядность а давайте знаете мы налепим на себя челюсти и станем всеядным по моему это идеально и назовем мы свое существо знаете как я уже даже придумал имя уоргрейв одним своим произношением говорит о неком знатном роде я хорошо так я же теперь получается еще плотоядный да я могу мясо кушать и других могу кушать мне надо убить того у кого шипы я не знаю найдем ли мы такого или нет но даже если найду то надо его еще будет победить так отлично сейчас немножко подрастем я до сих пор без какой-либо защиты это вообще трэш а чел не надо не надо устань 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 отлично 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 открыли ускоритель мы можем налепить на себя и будем быстрее только не знаю сколько он стоит у меня у меня сейчас 11 днк он может быть стоит 15 так давай поборемся облада плохая идея только не надо меня догонять спасибо а не надо меня догонять я сказал чел чел успокойся ты же меньше меня куда меня жрать о какой все нет нет я не хотел эволюционировать я хотел убить его бляха ускоритель 25 стоит серьезное но спасибо я пока бомж даже на этапе клетка я бомж так надо бы посмотреть по какому пути я сейчас продвигаюсь всеядность то есть мне либо сюда в травоядность лево всеядность в плата ядность не идем поэтому кушаем мясо как можно меньше вот видите я поел немного мяса и мы уходим вниз я поел немного травы я иду в травоядность если я буду туда сюда ходить то по сути я буду все ядным так ладно у одно что-то там 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 что-то новенькая что-то новенько Аккуратненько. Реснички. Высокая скорость разворота плюс скорость. Хорошо. О-о-о! Вот кто мне нужен. Вот кого мне надо убить. У них шипы. Всё, давай, давай, давай. Аккуратно. Плюс шипы сюда. Всё, шипы мне по-любому надо нацепить прям сейчас. У меня 22 дынга. Тихо, тихо, тихо. 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 Боже, какие они огромные. Ребят, мне бы немножко поэволюционировать. Ой, чё, новенькая? Хоботок, всеядность. Ой-ой-ой, это хорошо. Отлично, мы сейчас хоботок сразу себе налепим и будем всеядными 100%. Так, далее мы налепим реснички или шипики. А, ну нам хватает и на то, и другое. Всё, реснички ускорят нас. Разворачиваться будем чуть быстрее. А шипы позволят атаковать всех, допустим, ммм, сзади. Да, если меня будут пытаться атаковать сзади, то никто меня не сможет убить. Всё. Фух, слушайте, неплохо продвигаемся. Я даже удивлён. Максимальный уровень сложности, а мы так идём. Всё, теперь мы этого чувака высасываем, потому что мы всеядные. Сзади меня никто не убьёт. Спереди я всех высасываю. Оп, сюда. О, нифига. Так, а ну-ка, посторонись. Тебя я бить не хочу. Ауч. О, 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 электричество. Всё, 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 хорошо. Так, давай, попробуй меня убить. То есть, подожди, он умер и я умер? Я первый раз, по-моему, такое вижу за всю игру в спор. Мне нужно сейчас где-то 15 ДНК. Где-то 15, может быть, даже 20. Да, за всеядного копить ДНК, это просто какое-то самоубийство. Ничего. Вот у меня уже 14. Скоро будет 15. А вот и они. Я вот думаю, что мне, наверное, лучше прицепить ещё какой-нибудь рот. Допустим, фильтратор, чтобы траву кушать. А то я реально очень медленно прокачиваюсь. Всё. И травы, как назло, просто нигде нет. Это чё за бред? Просто я реально везде уже плаваю. Трава. Ха-ха-ха. Ни хрена себе прилетела. Это кто мне её так затолкал? Чекаем, чекаем, чекаем. С травы мы получаем поедимного ДНК, да? Так, дайте мне поесть немножко. Отлично. Хорошо. Замечательно. 4 ДНК. Третьих убиваем. Упс, упс, упс. Всё, валим. Финальный этап клетки. Что это? Хочу подобрать. Нееет. Боже. По-моему, это яд был, да? Да, вот всё. Еее. Выделение яда. Ну, мы прям вообще молодцы. На максимальном уровне сложности открыть все фрагменты это многого стоит. Я знаю то, что вот с этих маленьких малышей не даётся ДНК. То есть, либо ты его убиваешь просто так, либо убегаешь от него. Ты единственное существо на этапе клетки, которое не даёт ДНК. Я это знаю, потому что... Я играю в спор уже очень долго. Тем не менее, мне остаётся прям совсем капельку. Я думаю то, что вот этих двоих сейчас высосу и всё. Так, я же, кстати, иду по всеядности, надеюсь, да? Ой-ой-ой, ребята, ребята, аккуратнее, аккуратнее. Пошли в задницу. Чё у меня тут? О-о-о, слушайте, а вот это проблема. То есть, из-за того, что я кушаю других всеядностью, меня это подталкивает к плотоядности. Охренеть, я не знал об этом. То есть, мне нужно траву найти срочно. Срочно ищем траву. Я иначе дипломатом не стану. Я очень хочу впервые поиграть за дипломата. А, что? Я эволюционировал? Так быстро? Момент истины. Я же, надеюсь, всеядный? Да. Боже, я сейчас реально думал, что всё завалил. Так, давайте смотрим дальше по списку. После всеядности нам нужно стать либо дружелюбным, либо дружелюбным, либо дружелюбным. Список у нас, конечно, небольшой. Хе-хе. Хорошо. Этап существо. Лепим ноги. Хочу напомнить, мы играем на максимальном уровне сложности, и здесь все тебя будут пытаться убить. Поэтому нам по-любому нужен бег, нам нужен прыжок и маскировка. То есть, на этом мы не экономим. Давайте маскировочку где-нибудь вот так вот налепим. Прыжок мы налепим как-нибудь вот так маленький. Да и бег где-нибудь из спины, из задницы. По-моему, идеально. Ну и, собственно говоря, дружба. Нам нужно кокетство, да? По-моему, это единственное, что мы можем сейчас взять. Вот такой, ребят, я красавчик. Любите меня. Ну ладно, пока вот так налепим. По-моему, идеально. Слушайте, хорошее существо получается. Wargrave, ты будешь самым лучшим. И вот оно, этап существо. Четыре года с момента последнего моего захода в спор. Я снова записываю. Выход на сушу. Ты куда пошел, э? А вы куда, ребята, вы что делаете? Вы не туда плывете. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом новый мир и отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция! Такс. Добро пожаловать на сушу. Ваш подопечный вышел на сушу и теперь он окружен своими собратьями. Чтобы развиваться, общайтесь или сражайтесь с другими представителями. Эволюция отражается на индикаторе развития. Мда-да-да-да-да. Это мы и так прекрасно знаем. Собственно, сейчас напомню, нам нужно идти либо в адаптацию, либо в дружелюбие. Если верить вот этому списку. Но, чтобы идти в адаптацию, надо идти и в дружелюбие, и в агрессию. А у меня, ну, ДНК тупо не хватит прокачивать и то, и другое. Я, я честно говоря, даже не знаю. Можно попробовать пойти в адаптацию, можно. Но я не обещаю, что у меня получится. Так, в итоге, за то, что я был всеядным, мне дали вызов подмоги. Ладно, мы попозже используем. Короче, нам нужно выкапывать подобные скелетики. Ой, что это? Новый фрагмент? Чем больше существо или скелет, тем лучше фрагменты. Да, открывая эти скелетики, мы будем получать новые штучки, которые сможем налепить на свое существо. И новое задание. Найти новые фрагменты и усовершенствовать строение существа. Да, я понял. Собственно, есть у нас миникарта. На этой миникарте вопросики, неизвестные виды. Давайте нажмем на один из них. И нас поведет сюда. Эээ, Одноног. Привет. Это еще кто? Вы встретили представителя другого вида. Кто это? Новый друг или заклятый враг? Выберите режим и приготовьтесь петь или рычать. Мы знаем то, что нам нужно сейчас в дружелюбе. Поэтому нажимаем сначала сюда, режим общения. И повторяем то, что делает он. Он пел. Следовательно, мы тоже поем. Так, погоди, а почему эта штука упала? What? Подожди, ну это же ты виноват. Это у тебя эта штука упала? Бред какой-то. Я увидел баг в споре. Хе-хе. Ну ладно. Как минимум мы подружились. Отлично! Вы заслуживаете награду. Скоро мозг существа увеличится. И оно станет умнее. Хе-хе-хе. Да, шкала постепенно начала заполняться. Зарабатывайте баллы ДНК, чтобы развиваться. Так, и нам, чтобы... Чтобы подружиться с Одноногами, нужно заинтересовать еще двоих. Так, ну они все умеют только петь, поэтому не проблема. Мы тоже поем. И мы сейчас станем заклетыми союзниками. Сюда! Так, а кто это там, интересно? Ну-ка, давайте добежим. Здарова! Фасолька! Хе-хе-хе. А я уже и забыла тебе. Одно из самых милых существ спора. Вот бы оно было, знаете, в цивилизации. Или в этапе космоса. Но мы знаем то, что оно не сможет эволюционировать. Проси, Фасолька, я тебе все просполерил. Все. Хорошо! Сила мозга! Существо стало умнее и освоило новый навык. Теперь оно может создать стаю. Вместе веселее. Существа из стаи помогут вашему созданию сражаться с врагами и заводить новых друзей. Сейчас в стае есть одно свободное место. Пообщайтесь с дружественным существом и оно присоединится к вам. Да, нам нужно, нам нужно, наверное, себя самого. Но перед этим, наверное, нужно эволюционировать. Поэтому что мы делаем? Брачный зов. И погнали. У нас 112 ДНК. Очень быстро мы заработали дофига. Я думаю, первым делом нужно руки добавить. Потому что без рук, то как мы. И на эти руки мы налепим сразу и что-то дружелюбное, и что-то, что позволит нам драться. Да, я все-таки хочу попробовать пойти в адаптацию. Поэтому давайте вот вторые руки сразу налепим. Как вы уже поняли, я не буду особо церемониться и создавать какое-то прям ультрагуманоидное существо. Оно не будет похоже на человека. Стоп, что? Я... Я потратил всю ДНК на две руки? Это же реально? Ну, слушайте, ладно. Пока что пусть будут только руки. Еее, сюда! Малыш Wargrave! Да-да-да-да. Ладно, нам нужно найти каких-то маленьких челиков, с которыми можно легко подружиться. Но перед этим мы в стае сейчас назовем еще одного. Так. Хорошо. Стае и пополнение. Поприветствуем вновь прибывших. Охота, пение, танцы. Существа из стая будут все за вами повторять. Так, и нам нужно сейчас пойти к неизвестному виду. Я надеюсь, что он тот еще отброс. А, он отброс. Да, мы с ним легко подружимся, я думаю. О, нихрена себе, слушайте, а у него пение прокачано сильно лучше, чем у меня. Не-не-не-не-не, ладно, я с кем-нибудь другим попробую пока что. Кого бы тут найти из таких обычных? Рукопрыг. Я рукопрыгов, кстати, никогда не видел в споре. О, во, 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 изичные. Митози, здорово. Нихрена себе, это что, дерево? Прикольно. Крутая генерация попалась, кстати говоря. Тут у нас пряность. В будущем мы будем торговцами пряностями. Все, и за дружбу с этими мы получаем сколько? 23 ДНК, подожди, реально? Это же очень мало. Подожди, я кого-то слышу. О, боже, почему там лежит монстр? Что? Я первый раз такое вижу, ребята! Я клянусь, я сколько играю в спор, я первый раз вижу труп монстра. Как? Подожди, это вы убили? Ха-ха-ха! Ну, они, кстати, очень злые по отношению ко мне, поэтому подходить мы к ним не будем, это точно. Все-таки придется убрать руки и прокачать себе хоть что-то, связанное с борьбой. А то, как вы видите, меня тут все ненавидят. Без борьбы никуда. Давай, брачный зов. Так, и первым делом мы, наверное, прилепим какой-нибудь рот покруче. Укус второго уровня, пение первого уровня. Честно говоря, выбирать особо не приходится. Ну, да, наверное, вот это выберем. Налепим удар второго уровня, потому что надо будет драться. И, знаете, я вот думаю, что нужно еще налепить все-таки укус второго. Он, конечно, не такой красивый, но тем не менее. Зато мы сейчас действительно сможем неплохо подраться. Мы сейчас идем в адаптацию, то есть мы пойдем чуть ниже. Ну, а потом вернемся с помощью дружелюбия. Hello, ребята! Ну че, посражаемся. Давайте вызов подмоги используем. Ну-ка. Как это работает? Ко мне реально пришла подмога, ребята, атакуем их! Атакуем! Охренеть! Так, 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 хорошо, хорошо. Они там вроде справляются, да? Так, кого еще тут надо бить? Кого еще бить? Еще двоих надо убить, чтобы полностью истребить существо. И последнего! Сюда! Хорошо. Вид полностью истреблен. А мы еще, кстати, по-моему, можем раскусывать вот эти яйца и получим ДНК, да? Ну-ка. Да, да, смотрите, мы реально раскусываем яйца и получаем ДНКшечку. О, 163! А яйца-то это имба, оказывается. Так, пока у меня подмога длится, давайте мы пойдем сейчас к другим вот этих убьем. Молодцы! Теперь следующего. Молодцы! 220 ДНК! Давайте посмотрим, куда мы сейчас идем. В агрессию начали спускаться. Ну, агрессия нам не нужна, мы помним. Нам сейчас лучше вернуться в основное гнездо. И мы пение третьего уровня возьмем. То есть, в этот раз мы не в бой, в этот раз мы в полное дружелюбие. Заново руки прибабахиваем. И эти руки будут отличаться. Они будут позирующими. Все, вот смотрите, у меня пение третьего уровня, кокетство первого и позирование второго. Надо что-то еще добавить, по-моему, танцы, да? Все, танцы второго уровня, бахаем. Отлично! Теперь у нас мега дружелюбное существо. Но у нас еще остается ДНК, который мы, наверное, потратим на полет. Вот так вот крылочкой куда-нибудь налепим. Как это выглядит, давайте посмотрим. О, как ужасно! Хочу оставить, да. Да боже, почему это так плохо выглядит? Ну ладно, вот это еще куда не шло. Оставим такие крылья. Так, у меня, кстати, кокетство первого уровня. Я могу налепить кокетство второго. Вот такие вот рожки себе поставлю. А вот это тогда уберу. Коленные мисочки налепим, чтобы хп было побольше. На всякий случай можем даже плевок прокачать, чтобы как-то бить издалека. Ну, я не знаю, конечно, зачем мне драться сейчас. Но давайте налепим вот сюда. И у нас уже реально мега прокаченное существо. Мне нравится. Еще и ДНК даже немножко осталось. Нам нужно просто фрагменты сейчас открывать. О, мы переезжаем. Я слишком долго вылупляюсь. Хе-хе. А вот и я. Ваша стая переселяется на новое место. Следуйте за ней, чтобы занять новое гнездо. Да, из-за того, что мы постепенно растем, прокачиваемся. Наша стая тоже постепенно хочет расти, прокачиваться. И поэтому по вот этой вытоптанной дорожке нам нужно сейчас идти до нового гнезда. Но попутно нужно не забывать дружиться. Может быть, мы кого-нибудь найдем, подружимся. Сейчас бы на врагов каких-нибудь не наткнуться. А, враги. А что вы такие сильные-то, ребята? А как я вас буду убивать-то? Я же не убью вас. Так, у меня полет появился. В целом, можно вот как-то вот так пролететь. О, там еще жестче. Капец. Давайте у них немножко косточек подворуем. О, пение четвертого уровня. Нифига себе. Я теперь хочу это поставить. Так, а это что дало мне? Удар четвертого уровня. Мне нравится. Так, ладно. С вами я, наверное, не смогу подружиться. Дайте угадаю. Потому что вы слишком мощные какие-то жесткие чуваки. Блин, у меня плевок. Удар второго уровня. Можно попробовать вот этих убить. Давайте плевок в них кинем. Ребенка маленького убьем. Хе-хе-хе. От яда сейчас помрет. Мой сородич сейчас умрет. Он умер! Подмога, помогай! Помогай, подмога! Ребята, меня бьют! Жестко бьют! Давайте, давайте, бейте его, бейте, бейте! Ну что вы его не бьете-то? Все, хорош, хорош, молодцы. И мы прокачались. Фух. Мозг растет. Мозг это сила. Существо продолжает развиваться. Теперь в стае есть место для двоих. Что ж, на этой тяжелой ноте, когда мне нужно и переехать, и прокачаться, и не умереть от врагов, я буду постепенно заканчивать. Ребят, если вы хотите спор, если вы хотите, чтобы он выходил суперчасто, то обязательно ставьте лайки. Мне нужен ваш фидбэк. Мне нужно узнать, как вы вообще относитесь к спору. Ну, а если вы здесь впервые, то... Хе. С вами были Лололошка и Wargrave. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока.